Приветствую всех на Wall Street Online. Итоговое собрание касаемо сентябрьского контракта. Сейчас вы на экране видите список трейдеров, которые торговали публично, торговали на виртуальных и реальных счетах. Соответственно, рейтинг составлен по Total P&L в процентном соотношении. То есть, исключается такой фактор, как разноватажность. То есть, у одного трейдера один контракт в торговле был активный, и у второго 100 контрактов. Соответственно, здесь все равны за счет процентного соотношения. И те, кто по CME и по Forbes первые три места, соответственно, получают бонус от компании Wolfix. Плюс пакетом, который у них активный в понедельник. Все, кто видит свой ник в первых трех местах. Ну, поздравляю всех, кто, в принципе, в зеленой зоне закрыли этот счетный период. Продолжаются бонусы, продолжаются конкурсы. И будем надеяться, что с сентября будут еще какие-то дополнительные спонсоры касаемо бонусов за успешность и за труды. В общем, в трейдер рейтинг может попасть любой человек, любой трейдер, который открывает позиции через окно ордеров. Окно ордеров доступно даже когда заканчивается тестовый период. Вы можете открывать, тренироваться, вы можете отрабатывать какую-то технику торговли. Соответственно, у вас будет два счета. В окне ордеров один публичный. То есть, все видят сделки, а сделки видно вот в таком ключе. Сейчас я вам покажу. Это я знаю, что многие, кто сейчас в чате, знакомы с этим модулем. Но вдруг у нас есть новички, им будет интересно. То есть, вы можете наблюдать, как открывать позиции другие трейдеры, как они зашли, как они вышли, как ставят стопики, приказы. Следить за, наблюдать вообще за теми, кто неплохо торгует, когда закроют позиции. Очень интересно наблюдать, когда идет интересная расторговка, модель торговая. Как действуют, принимают решения другие трейдеры. Это прямо любо посмотреть. Так, тут какие-то, вот, висит позиция наша. Ну, в общем, вот рейтинг трейдеров. Это сейчас, там, за какой-то период с 14 по 15. И, соответственно, видно, когда, что открыто, где закрывались позиции. Ну, достаточно интересно. То есть, когда торгуешь особенно сам. И, вот, для сравнения, просто, как зашел ты, как зашли другие. Вот. Ну, в общем, рейтинг будет доступен на Facebook. Рейтинг будет доступен на сайте Wolfix. Тут, вы видите, по индексу РТС. Очень круто поработал Бенджамин. Знаем, знаем, знаем. Помним, очень нехороший студент. Вот. Вот. Видите, он и на рубле отличился. Тоже неплохо. 27 сделок, все в яблочко. Вот. И, также, из таких интересных фактов, на Сбербанке всего лишь 4 трейдера работало. И все закрыли позитивненько этот период летний. Собственно, самые популярные инструменты, как оказалось, это РТС, индекс РТС, рубль, и евро, и S&P. Это самое вот, ну, еще неплохо напомним рейтинг инструментов по золоту. В данном случае, вот, вы сейчас видите. И по евро, как обратите внимание, уже на 19 месте последний трейдер. То есть, там порядком 50 трейдеров у прямого участия. Обратите внимание на, когда будете пересматривать уже отдельные слайды на Facebook, либо же на сайте. Кто более, лучше, ну, в принципе, вы можете сами, как бы, зайти в платформе, посмотреть, составить рейтинг в разделе компоненты, статистика, ой, вернее, социал и трейдер статистикс. Вот этот модуль. Так, по новостям о событиях. Ну, в общем, по Форц, сейчас я попробую остановить слайд с ТП Еврику. Значит, трейдеры, которые без ника, к сожалению, вот, три сделки все в яблочко. Нет, нет, не подписан трейдер. Так, вот у нас Брюс, это студент текущего смарт-курса. Первый, с хорошим отрывом, достаточно неплохие сделки. Эдпорт С, Макс, пять сделок, Бенджамин, тут, бесспорно, огромное количество MLB, там просто в пирамиде очень огромный смотритель, неплохо поработал. За всегда ты и Дезайр, Бенджамин, Стоек, Голден Булл. Ну, в общем, все те же ребята. Ну, что подчеркивает стабильность, и это не может не радовать. Так, ну, в общем, есть талантливые трейдеры, есть те, у кого получается, те, кто стабильно держится. Тут, как бы, в принципе, все молодцы, кто в зеленой зоне закрывает контракт, три месяца, период зачетный. На следующей неделе нас ожидает, значит, ну, на этой неделе у нас были такие события, как процентные ставки, причем по трем государствам. И вы были предупреждены на прошлом наследство онлайн, что будут такие важные, как бы, события, и понизили процентную ставку по Российской Федерации. Сегодня был знаменательный день 13.30. Как ожидали аналитики, на полпроцента, сейчас 8.5, поздравляю вас. Это означает, что кредитные, кажется, становятся дешевле, а, соответственно, это впрыск в экономику деньжей на огромное количество. Вроде бы, полпроцента, но на больших суммах это очень ощутимо. Швейцария так и оставила, минус 0.75, вот, соответственно, без изменений. Далее, и у нас Британия также оставила на 0.25. На следующей неделе нас очень ждут такие события. Значит, по штатам в основном будет активен, ну, такой более насыщенный день, это 20 сентября. Поставьте себе в смартфон напоминания FOMCO, Petroleum и Home Sales. Значит, обязательно не забудьте промониторить, чем закончилось это собрание Федеральной резервной системы, какие будут изменения, либо какой вектор выбирает монополист по станкам, которые печатают доллары. Вот, вторник Housing Starks, то есть разрешение на стационарных домов, это будет на открытии биржи. И в 10.00 по Чикаго уже по продажам этих домов. Собственно, вторичка. В четверг Jobless Claims также порадует по наличию, увеличению, либо снижению рабочих мест и заявкам по безработице. Это по штатам. Те, кто торгует за рубежку, будет очень важно среда и четверг. Запишите себе, обязательно поставьте напоминание про FOMCO. Видимо, нет, сегодня с нами не посетил Михаил, мой тезка, фундаменталист. Он нам подсказывает, будут что-нибудь там менять в процентных ставках. У него какой-то там инсайт заходит извне. Так, по другим странам. Значит, в понедельник у нас индекс потребительских цен по евросектору и в Японии день почитания старших. Вот так вот. Уважение к старшему, это правильно. Значит, 19 сентября Германия, индекс экономических настроений Z и W по Германии 12.00 и 15.30. Ну, мы уже это обсуждали, число выданных разрешений на строительство домов. Если оно будет ниже, это не беда, так как сезонный период выдачи разрешения на строительство новых домов, это конец зимы, начало весны, это как раз период, когда надо начинать строить домики, но не перед зимой. Поэтому там особо не будут реагировать на какие-то сильные, ну, неожидаемые какие-то изменения. Значит, еще раз подчеркну, решение по наставке ФРС в среду 21.00, Сапас по строению нефти в 17.30, это все среда, и продажи на вторичке. В четверг по Новой Зеландии отчет по второму кварталу ВПМ. И в пятницу индексы активности, опять же, по Германии и Канаде по индексу потребительских цен. В принципе, из всех пяти дней на следующей неделе центральная и гиперважная – это среда. Там все концентрируется, и все внимание как раз на среду. Вечером Фомка, как раз начинается новый контракт, зачастую по старинке, на первой сессии нового контракта, там одна, две, три сессии, и потом перед движением какая-то новость, какое-то событие фундаментально важное. В этом контракте декабрьском на этот день как раз попадает Фомка решение по процентной ставке. Закономерно, закономерно. То есть, соответственно, какие-то будут изменения, это создаст сильный импульс на движение. Возможно, S&P, подчеркиваю, возможно. Все зависит от какой будет итог собрания Федеральной Резервной Системы во главе Джейн и Елен. Соответственно, будет толчок, будет импульс на первое движение, и там посмотрим. В общем, не пропустите, если у вас открыта позиция, соответственно, это будет такой первый шаг на затяжной тренд. Есть вполне, сейчас мы когда будем рассматривать S&P, мы это еще детально рассмотрим по поводу Фомки в среду, и какие могут быть сценарии начала нового контракта. Приступим, и по традиции, здравствуйте, Сергей, по традиции начнем с, собственно, RTS. Итак, нам нужен класса Profile, бегающая картинка исчезает, и появляется более спокойная и не бегающая картинка. Так, нам нужен синхронизатор, который поможет нам быстро подгружать на всех модулях один и тот же тикер. Сейчас я включаю его, и у нас все модули теперь подгружают индекс RTS. Подытожим, подытожим, что в итоге у нас получилось на фитчерском контракте на индекс RTS, собственно, по сентябрю за летний период. Сейчас идет подгрузка данных на всех четырех модулях, трех. Напомню, что, вернее, даже не напомню, а из таких введений, это интересный модуль Trade, Hide and Trade Scanner, который сканирует биржи и предоставляет информацию о таких Hide and Trade объемах. Интересный, достаточно. Сам смотрел. Сейчас немножко статистики нужно собрать, понаблюдать за ним. В общем, из рекомендаций, как его применить, вот в данном случае уже хоть завтра, вернее, не завтра, хоть в неделю, это для тех, кто ищет непосредственно инструменты, которые сейчас вот в динамике, которые важны, которые интересны всем. Вот как раз, когда по Trade, Hide and Trade Scanner идут активные сделки по какому-то инструменту, то есть сканируется одна биржа или две, там, или три, сколько вы откроете модулей, то есть вы, допустим, включаете RTS Force и сканируются все текеры биржи. И вот по какому инструменту начинают активно вливать сделочки, вот там намечается интересная ситуация. Так, расторговка, движение. Так, вот у нас индекс RTS с 14.08, а нам нужен старт контракта 15.06. И сегодня у нас специально по сентябрьскому гейм-овер. Соответственно, надо подытожить, какие уровни выделить и отметить их. Так, вот у нас красавчик. Как видно по графику, 80% времени было расширение на покупку. Мы стартовали с 95-й и отлично потрудились до 113-й фактически. Вот у нас отметка 113. Это самые классные контракты, когда начали однонаправленное движение и до конца контракта сохраняется тренд. Естественно, не без ловушек, которые были в конце июня. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Диспитры делал DimaTorzok И будем ждать следующих outstanding 쳐л DimaTorzok Так просто для вот 3 получительа Диспитры делал DimaTorzok Диспитры делал DimaTorzok Собственно по объемному анализу что можно отметить последний speakers Диспитры делал DimaTorzok Системная регулярного Ваем фейота то есть без особых отклонениях по 470 оборотов и 450 Div RV То есть системно здесь работают на макушке, очень так, видимо, кто-то конкретно удерживает, потому что на максимуме контракта, видите, стоят уже вторую неделю и очень аккуратно удерживают, селеры практически не могут даже за 101 шагнуть и это подчеркивает, что есть байеры. Значит, открытый интерес уже как бы нет смысла поглядывать, потому что в основном будут фиксировать позиции, особенно на следующей неделе, на этой уже начали, ну давайте я сейчас покажу, то есть светлые гистограммы, которые вы видите светло-серые, это открытие позиций по сессиям. Можно видеть, когда открывают позиции по тренду и все заходят постепенно, это идет прирост позиций, соответственно, это топливо для рынка и это хороший индикатор для сохранения тенденции. Когда черные гистограммы, мы их не видим сейчас, видите, с 707 и падают до 800, ой, 800, 610 и сейчас вот уже упали до 451 тысячи. То есть постепенно фиксируются, выходят. Вот так вот. Поэтому уровни, которые вы торгуете объемные в конце контракта, они никем не защищаются, потому что там просто фиксируются. В общем, закрывают свои, умывают руки и за объемом там уже никого нет. Поэтому на новом контракте лучше уже готовиться к новому контракту. Это для среднесрочников, для позиционщиков, вот такие уровни на индексе РТС. По таким большим периодам, давайте сейчас мы возьмем сначала января, это вот начало 2017 года, возьмем таймфрейм дэй. И добавим сюда парочку акций и MySix 10. То есть как себя ведет индекс РТС относительно этих инструментов. Окей. Мы сейчас отключим вот этот диапазончик и оставим только нижнюю гистограмму. Линию убираем и убираем разные тут нарисовочки. В общем-то, серая графика это индекс РТС. Вот такой маневр. Они в принципе шагнули за соточку, побыли немножко и вернулись обратно. Вот эта площадка, вот позиционно 101 и по 103, это вот как раз возврат обратно до загрузка. И вернулись фактически на уровне, вот конец февраля, начало весны. Вот мы уже вернулись на такие цены. Так что до 120-й тут рукой подать за осень вполне могут, если так же будут сохраняться динамика, вполне могут за декабрьский контракт очутиться на 120-ке. Для этого нужна нефть хотя бы по 50 долларов за баррель. Изучив немного вопрос о современных взаимах по нефти, вот какие контракты вообще есть между крупными компаниями и заказчиками, там не на один год, там бывает и на 5 лет, и на 10 лет контракты подписываются с крупными компаниями, но на поставку нефти там в районе какой-то одной цифры. Ну вот по рост нефти, те данные, которые были на Forbes, оглашены в районе 49-50 долларов за баррель, там 51 доллар. То есть поэтому для экономики в Российской Федерации, если нефть болтается в около 50, это отлично, это супер. Главное, чтобы не ниже. Поэтому и идет по фондовому рынку неплохой тренд, и, соответственно, отображение на индексе РТС – это прямая связь. Давайте добавим по СБЕРчику ситуацию, как там относительно индекса. Соответственно, в торговый индекс РТС, ну, мониторить СБЕР нужно обязательно. Это акция, которая входит в индекс РТС, и у нас идет подгонка волатильности. Сейчас, чтобы было видно, как они... И по прайсу мы возьмем. Ну, давайте вот стартовую точку, там, где они оба были на минимуме. Это вот, алерт сработал. Итак, как видите, динамика СБЕРБАНКА по отношению к индексу РТС даже намного уверенней. Особенно тот период, там, где РТС немножко пит-стоп взял перед дальнейшим движением. На СБЕРе была динамика без остановки практически. Вот на одну-две недельки не остановились. РТС была там почти на месяц заминка. И дальше динамика продолжается. То есть, как видите, СБЕР уже ушел выше отчетного периода с 1 января, выше этого максимума. То есть, вот у нас стартовая точка. А у РТС этот максимум находится на 120-ке. Так что, немножко вот относительно СБЕРа, конечно. Давайте возьмем сейчас еще МАСИКС-10. Кто мониторит, кто наблюдает за индексом. Ну, это никогда не помешает. В принципе, десятка лучших тикеров. Так, это у нас снова почему-то подгрузился СБЕР. Сейчас еще раз мы тикер этот подгрузим. Инструмент МАСИКС-10. Просто долго писать. У него такой символ. Вот, видите, МАСИКС-10. И индекс еще надо написать. И это прям, ну, очень... Да, что ж такое? Сейчас погрузится. Можно его выключать. Вот, ну, в общем, по относительно МАСИКС-10 идут сейчас пока обоюдно. Тут, в принципе, они... По МАСИКС-10 еще не дошел до контрольной точки своей же. А в РТС, ну, вот, динамика немножко раньше. Даже здесь можно спокойно поставить троечку. Вот, видите, как раньше ушел даже не так. Давайте я более точно вам это продемонстрирую, чтобы вы увидели. И вот у нас у обоих инструментов минус. Вернее, минимум сейчас. Вот. МАСИКС-10 ушел раньше с минимума. И сейчас даже вот, похоже, показывают, что РТС перевыполнил план относительно МАСИК-10. Малость переборщил. Так что может коррекционный момент быть по текущим данным. Ну, где-то до 109-110. Идем дальше. Собственно, Сбербанк лично... Так, вот у нас Сбербанк. Ну, мы будем сейчас смотреть непосредственно за период лета. Сейчас отключаем здесь дополнительные такие... Итак, по Сбербанку здесь мы неоднократно уже подчеркивали этот момент. Первая сессия 15.06 была гипер уникальной. Если включить с того же 1 января график, то вы увидите, что объемный анализ вещь полезная. То есть, ну, в сравнении с другими торговыми сессиями, ликвидность 15.06 была аномально крупная по отношению за весь период с января по текущий день. Вот у нас картинка нижней гистограммы. Это суммарный объем за день оборот ликвидности, то есть торгов. Значит, у нас красным фильтром выше 8 миллионов оборотики. Это 8,5 миллионов как раз перед движением наверх. Потом движение наверх заканчивается 7 миллионной сессией оборот. Вот здесь вот 8 миллионов с половиной, здесь 7 с копейками. Поработали. Отлично. То есть, дальше у нас есть 2 сессии по 7 миллионов. Вот тут тоже перед стартом на 169-ую. И 15.06.18 миллионов 300 оборотов. Ну, кто-то явно здесь хорошенько так купил. И тем самым вот такой выстрел прям до сегодняшнего дня. Динамика не успокаивается. Ну, буквально чуть-чуть последняя неделька-вторая. Они притихли по волатильности, а так шли без остановки. По дельте сбрасывают в связи с экспирацией ближайшей по фьючерсам. Естественно, перестраховываются на всякий случай, часть зафиксируют. И по дельте тоже вы видите, здесь аномальные выбросы по 2 миллиона дельта. То есть, разница между агрессорами на покупку и на продажу 2 миллионов достигала. Тут полтора. Ну, в общем, динамика сохраняется. И это подтверждает дельта. То есть, когда будет уже динамика идти на вот таких дельтах, это уже все. Мы заканчиваем наш путь. Соответственно, давайте зафиксируем, где же тут очень сильно приложились. Те, кто контролирует маркет на рост, мы сейчас выделим. С 15.06, в общем-то, стартовая будет у нас точка тренда. То есть, ну, здесь не совпало, вы сами видели, что разворотные ключевые точки, точки разворота тренда, они без крупного объема, ну, просто даже фундаментально не могут произойти и появиться из ниоткуда. Значит, тот, кто разворачивает рынок, он должен перекрыть по ликвидностью своих оппонентов. И, соответственно, это будет отражаться на фильтрах объема и на объеме в общем. Итак, берем плотный период. Возьмем сейчас даже не так, а более точно мы на скейл-сетапе зафиксируем. В боковой гистограмме будем ориентироваться на суммарные такие сильные выбросы. Прям вот сверх точно зафиксируем. И по 147. В общем, 144, самая крупная, 800 тонн, 145. Это вот отсюда начался этот тренд. И 147. По 147. Вот здесь три цены, которые явно отличились, даже четыре. Ну, в общем, в этом коридоре саппорт номер один. Эти уровни на акциях, они будут полезны еще на следующем контракте, так как тут нет экспирации. Соответственно, эти участники рынка, которые прикупили себе неплохой пакет. Не то, что неплохой, отличный. 155 по 153. Тоже здесь поработали, как видите, неплохо. Прирост ликвидности. И потом еще был у нас вот здесь агрессор на покупку. Тоже. Ну, в общем, крупные участники ленивые. И они ставят заявочки на ровные уровни. То есть, 160, вот 163 можно смело брать в качестве следующего уровня поддержки. Для тех, кто торгует долгосрочно. И это будут неплохие ориентиры. Потом мы еще одну цену пропустили. 164,5. Вот можно прям вот так коридор захватить. И еще уровень 167 по 168. Это до загрузка следующая на покупку. Видимо, подтягиваются немножко. Видите, чем выше, тем слабее дельта идет по байрам. Потому что по противовесу там сложнее и сложнее конкурировать с ликвидностью на шорт, который появляется. Во-первых, в связи с фиксацией тех же покупок, которые были. Ну и спрос падает. Чем выше, тем ниже спрос. В общем, весь вот этот коридор, который был на пробитии 176, мы фиксируем как поддержка. И тут можно до 173,5. Вот этот коридор обязательно отметьте себе. Значит, много уровней. Потом на паузу нажмете на записи обзора. Перенесите себе на терминал WolfX. Либо тот терминал, который вы используете для торговли, для анализа. И пускай они у вас будут потом. Вот у нас тоже 180-е. Кто-то осмелился, даже может несколько, на миллион дельта. То есть там ликвидность еще больше. Вот 180-е и по 183-е. Тоже весь коридор на положительной дельте. Фиксируем как ближайший уровень поддержки тоже. В общем, есть этот коридор. Вот. И там уже у нас на максимуме поддержка. Вот это, видите, которую они целых две недели боятся. Вот эти ребята разместились на пробитии. 186-й. И пока вот сдерживают. Поэтому вот этот уровень поставьте как алерт на цену. Вот здесь вот выбираем алертик. И ставим вот так вот. 186. Оповестить на смартфон пуш-уведомлением. Как только начнут пробивать 186-ю, здесь уже с покупками нужно более внимательнее работать. В любом случае, если вы не в позиции, то будет резонно дождаться коррекционный момент. В район 176-й, 173-й, хотя бы первой такой площадки. Вполне могут и стартануться в 80-е. Если будет нефть, так же неплохо себя вести. По крайней мере, оставаться на 150-м уровне. Ну, возможно, после фонки будет какой-то сброс пакетов акций. Если там какие-то изменения будут. Те, кто держали все это время. Ну, в общем, тренд такой. Прямо видите, все зелененькое. И очень классно на это все взглянуть. Дельта последние 12-го, 13-го. И текущая сессия, они были на шортах. То есть, ну, фиксили. Скорее всего, фиксили. Так как особо не прессингуют котировку. Не пробили даже 186-ю. То есть, они на месте остались. Похоже, что просто зафиксили и успокоились. Поэтому тут. Газпром. С 1.01.2017 это Газпром. И мы сейчас отметим важные уровни на этой акции. Такая же активность. Такая же активность была и по Газпрому. 12 миллионов. Если посмотреть за период с 1 января. То те, у кого были данные по объему за сессию. Не могли этого не увидеть. Это триггер номер один на возможное изменение тренда. Тем более, позиционирование точки активности такое было на очень дешевой цене за период с начала года. Вот эта сессия. 12 миллионов оборотов. Как видите, не на максимуме, а на самом минимуме. Вот видите, как они аккуратненько собрали коридорчик. В районе 113-115. Это до инсайда фактически осталось недалеко. Как информацию расценивать. И потом поддержка раз, поддержка два. И там чуть даже не достали. В принципе, неплохо. Вот в сравнении с фьючерсами акции, если кто-то тарится, то это по объемам явно видно. То есть, это нельзя не увидеть. Поэтому по Газпрому здесь берем, сразу ставим надолго. Это уровень поддержки будет значимым. Тем более, Газпром еще не сильно далеко ушел с этого уровня. В отличие от Газпрома. Поэтому тут он еще может пригодиться. На всякий случай, возьмите 113. С половиной по 115. Просто колоссально зашли по этому уровню. И 364. Дельта по 116. Ну, в общем, со 116 по 113 тут явно отличились по Газпрому, ребята. Это Дельта в этот день была 1.600. То есть, из 12 миллионов агрессоров было на покупку больше на 1.600. То есть, между селлерами и байерами на 1.600 дисбаланс был на стороне команды в зеленых купальниках. И сопротивление, которое у нас за этот перевод пока еще не осилили. Это вот 126 можно поставить смело по 128. Это номер 1 сейчас. Они его пробовали, но пока не смогли пробить. Такие объемы набросали. Вот здесь 8 миллионов оборот был. Следующая сессия 5.7. И началась вся эта активность тоже почти с 10 миллионов. Вот 5 дней подряд просто атаковали с Газпром. И потом еще ударная волна была 18.05. Потихонечку тормозили уже по 4.8, по 5 миллионов оборотов. И потом старт был 12 миллионов. Пока уровень сдерживают. Так, еще коридор. Вот мы видим плотенький. 124.5 по 125. Ну, он поменьше, так как здесь практически отличился диапазон за счет вот этого разворотика. Не пустили выше. Добросали продаж и с гэпом открываются ниже. То есть, поэтому вот пока прикоснулись, но судя по притоку ликвидности, как вы видите, уже по 4 миллиона, по 5 идут обороты у этого уровня. Похоже, что они нацелены серьезно на атаку этого диапазона 124.125. Ну, что и подтверждает дельта. По миллиону оборотов были сессии. По 600, по полмиллиона. Я думаю, что после фомки, если ничего не поменяется, если ничто не испортит планы, которые наметили вот эти крупные игроки, если не испортят им планы федеральная литерная система с ихними итогами и ихними изменениями, либо неизменениями, то, скорее всего, они, похоже, будут атаковать 124.5. По крайней мере, я выделил диапазон, где очень часто вот здесь регулируют активно байеры, начиная вот с этого уровня. И потом идет уже ступенчатая загрузка. Можно отметить район 120. У вас тут 19.5 и по 120 с копейками. Тоже такой небольшой уровень поддержки. Возьмите себе на сетку уровней. Ну и такой чисто на alert можно выставить минимум текущей недели. 121.5, 121 alert поставьте себе. То есть, если уйдут ниже данного коридора, то тогда уже будет коррекционный момент до EWP. Это как раз 121.119. Эд Газпром. И у него как раз площадка, ну, долгосрочно, если на несколько лет смотреть, то вот пока еще есть неплохие шансы затариться, немножко прикупить. Я подготовил небольшую статью по Газпрому, просмотрев разные интересные источники про эту компанию на сайте Wolfix в разделе новости, блог. Зайдите, посчитайте. Там просто невероятное количество дочерних компаний. практически география от Америки и, ну, все ближайшие страны, это 100%. Есть даже в странах, которые, я бы никогда не подумал, что там есть филиальчики. Там очень большой, длинный список дочерних компаний. Поэтому продать нефть точно будет кому. И дела, в принципе, должны долгосрочно в этой компании быть позитивно и стабильно. Поэтому, ну, пока будет, что продавать. Так что, а, еще подчеркну, ну, вы как раз эту информацию можете прочитать там более детально. У Газпрома оказывается фактически монополия по транспортировке нефтересурсов, газа и даже в Новотек приходится обращаться к этой компании для того, чтобы переработку и транспортировку у Газпрома приоритет. Так что, остальные компании зависят очень сильно от Газпрома и тем самым вырваться выше надо будет очень сильно постараться. В общем, пока вот эти цены еще есть, подумайте, прикиньте свои фундаментальные, может, источники. И вот 128 если пробьют, я думаю, там уже будет дело замалом. Как видите, период в поддержке был неоднократно вот здесь и плотенько идут сейчас вот тут. Единственное, что может быть таким очень, не очень приятным моментом, это за этот период те, кто здесь затарились покупками, их могут протестировать стресс-тестом по стопорям, а потом уже пойдут. Вот если не до бог такое будет, конечно, вот после этого стресс-теста можно уже запрыгивать и 142 по, как видите, там просто весь коридор усеян шортами, 149. Вот у нас такой опасненький коридор, но это на долгосрочку, если бы идут уже до этого диапазона. Рубль. Так, рубль, рубль, рубль. Тест. Раз, два, три, тест. Сейчас подгрузятся данные по рублю, там огромное количество тиков, волатильности, поэтому чуть-чуть вот подгрузим. Подождем, плюс трансляция еще в свой трафик забирает. Сейчас уже 57,590 отметка. Немножко развернулись сегодня. У нас 57,8. Так, вот подгрузились данные, и это очень-очень хорошо. Мы включаем кнопочку «Маш контракт» и можем посмотреть по объему динамику с начала года. Заметил очень, раньше по рейтингу даже было видно, рубль торгуют чаще. Ну, больше трейдеров раньше торговало, особенно когда его волатильность очень сильно повысилась, когда до 80-й доходили. Огромное количество трейдеров принимало участие. Сейчас намного меньше, даже меньше, чем на РТС. Интересно, по статистике Московской биржи так же пошли изменения, либо же нет. Так, ну, в общем, вот у нас картинка по рублю. Ну, вы не сильно пугаетесь вот этим таким фильтром. Выглядит как елка новогодняя, но это при таком сильном, если сильно сжать график, поэтому так оно и выглядит. А если конкретно локально рассматривать определенные уровни, все аккуратненько видно. И это впервые только, когда смотришь, сразу кажется, что все не ясно. Квадратиками выделяются те важные фильтры, которые вот с повышенным приоритетом, поэтому они вот так выглядят. Итак, 56,5 отметка уже не является фантастикой. Это не достижимая цель, скажем, выразимся так. Падение ликвидности летом – это нормальное явление, это летний период, отпуска. Те, кто работают на рынке финансовом, тоже люди. И хоть и говорят, что там 70% автоматы работают, есть даже люди автоматы, есть просто автоматы. Ну, в общем, это сезонное снижение ликвидности, поэтому тут сильно акцентировать внимание на отдельной ликвидности по рублю и по РТС, это было видно, не стоит. А вот интерес по цене 57,58, мы видим приток ликвидки, как раз ближе уже к сентябрю вернулись участники, и здесь обороты доходили до 2,4. Начало контракта пришлось, вот первая сессия, особенно были ликвидные, это 20 число и 21 июня. Это мы видим там просто ударно-волатильные такие 2 сессии были. Вот они. По 4 миллиона оборотов, это рейтинг, ну, топ по объему за летний период, похожи были по активности у нас в конце, ну, в середине февраля, 4,4. Похожи также были в начале марта, тоже ключевые уровни. И, ну, вот рекордсмен пока 4,2 и 4,4. Выше пока не было по оборотам. По открытому интересу, как видите, фиксируется конец контракта и уже до 2,6 дошли. Рекорд, вернее, самый пиковый по активности был период 2 августа, 3,6. То есть, каким-то образом это совпадает с самой одной из высших точек на летний контракт сентябрьский. Вот с этой точки и пошли на юг. Это неплохо. А сейчас еще был второй такой приток по позициям. Вот 3,4 оборот. Как раз там до загрузки было дальше на шорт. И мы выделим сейчас эти все уровни и зафиксируем их на отрезке текущего контракта, который уже подходит к концу. Забираем сейчас мышь контракт с клейку и оставляем только текущий контракт. Итак, по периодам мы смотрим, где больше всего приложились крупные участники. Это вот был с середины июля по конец июля. Самая активная такая притоковая часть по объему. И здесь по уровням мы сейчас отметим 60,520. Фактически здесь по 60,100. То есть весь этот коридор мы сейчас возьмем тут, отметим. Даже чуть больше. Тут 400, так и оставим. Вот это уровень сопротивления и его стоит отметить примерно с конца июня. Где-то вот здесь. Да, вот формировался уровень. Постепенно там работали селлеры. Потом самая верхняя точка реверсивная. Тут у нас идет 61 отметка и по диапазону примерно вот, мы сейчас отметим. Да, да, да. Где-то по 61,300. 61, 61,300. Самый вот по сопротивлению. Началась активность там примерно вот в начале июля. Мы сейчас отметим это. И по даже чуть-чуть позже. Вот так, да. Сопротивление. Потом у нас был левел на сопротивление по 59 с копейками. Тут мы поставим более уже коридор был активности. Вот они как раз даже чуть больше мы захватим. 200 поставим. А по дням это было конец августа. Фактически вот недавно где-то 23, да. Вот, даже 22 еще захватим, да. 22, 21 тоже там были. Вот, уровень сопротивления. И тут еще коридор правда уже такой более не такой плотный, не такой не такой концентрированный, но его нельзя не отметить. Здесь начиная вот с 59, вернее 58,500. Ставим. И тут он шире, но менее ликвиднее и менее плотно его проторговали. Поэтому тут как бы с начала сентября мы ставим ой, не 4, а вот 28. Да, вот он. 58,500. Ставьте алерт прямо на 58,500. И по поддержке единственный такой более выраженный уровень сейчас это 57,200 и по 57,3, 150 где-то так. Мы сейчас его зафиксируем. Это вот сформировали буквально недавно. Только уходим ниже. Вот видите там на самом минимуме кто-то смельчак. Уходим дальше на новом контракте. Ну в принципе по площадке которая еще такая чисто спекулятивная я бы зафиксировал вот этот уровень 57,800 видите там по левой гистограмме прям плотненько весь коридор проработали. Это ближайший такой левел можно прям ну для спекуляции естественно тут по количеству ликвидности не так много агрессоров но зафиксируем даже чуть больше где-то 150 180 это ближайший уровень сопротивления. Итогово вот по инструментам российской биржи мы еще затронем спорт. На следующий Wall Street онлайн мы больше уделим внимания естественно валютному рынку там много фьючерсов подытожим большинство из них по списку по списку валютного рынка у нас тут как минимум будет кирин тол вот такой вот список ну банды мы исключимы нефти золото вот по всем 6 C6 пройдемся вот те кто торгует валютный рынок в общем приходите на следующий Wall Street онлайн плюс там еще будет официальное награждение победителей CME и Forbes ну еще сейчас мы закроем вопрос по споту а это USD RUB Томик спот рынок как весомый фундаментально важный триггер для торговли на фьючерском контракте на индекс RTS поглядывать спот будет в принципе не не лишним так по ликвидности по споту видно что вернулись ребята сразу с 1 сентября прям как по звонку так по ликвидности ровно идут постоянно в районе двух с половиной трех с половиной ликвидность оборотов летом естественно просели до двух даже было бывало еще меньше там 1.8 вот динамика ровная пока вот коррекционный момент до 58 мы видим и заобратим внимание что здесь коридор 57.7 и до 50 вот сейчас они его пакуют по 50 какая там 57 57.55 если точно возьмите в качестве возможного уровня сопротивления хоть это и не так эквивалентно по ликвидности но почему бы и нет сейчас вот этот коридорчик они достаточно неплохо поторговали и здесь это была активность и продолжается на этом уровне потенциально могут все-таки продавить 57 вот здесь конечно нужно справиться с 57 пока не сильно ликвидно но поддержку провели в общем 57 вопрос я думаю в среду решится точно в среду пройдет фомка просто одну ставку понизили по рф сегодня был результат и ближайший такой еще коридорчик небольшой по сопротивлению это 58.2 по 58.3 потом у нас идет 58.75 это спот маркет смотрим дельту общую обратите внимание что дельта 364 тонны на стороне селлера за период лета да не только за период лета с 1 января если я не ошибаюсь такой агрессивности не было сейчас подгрузим данные я не помню такое прям было и там 100 да видите здесь вот с первого даже 2 января 2017 года такой ликвидности ну вот одна сессия была 355 да одну я все-таки забыл вот и вот сейчас 360 рекордсмен в принципе на руку будет перед пробитием 57 поэтому возможно вполне возможно будут атаковать 57 а там уже дело может дойти до 56 посмотрим в любом случае будьте осторожны фомка может очень сильно испортить правила игры поэтому бережу а Бог бережет давайте быстренько сейчас пробежимся без такой тщательной по еврику фунту золоту и нефти так напомню что в среду 20 сентября всех жду на открытом вебинаре третьем открытом вебинаре тема будет торговые паттерны не только вообще все общепринятые и в объемном анализе то есть и симбиоз объемного технического анализа то есть какие распространенные какие фундаментально обоснованные паттерны какие паттерны очень даже не схожи а просто по разному называют но они это один тот же торговый паттерн так еврик в общем 20 сентября в 19.00 открытый вход запись прошлого открытого тема была статистика и как ее применять для чего и какая вообще нужна статистика итак ликвидность по на youtube канале там есть она пока в закрытом доступе эта запись скоро будет на сайте если не ошибаюсь уже есть в фейсбуке 7 сентября вот 366 тонн прям на максимум там у нас объемчик выбросили по еврику и дельта пока вот даже есть еще на покупку несколько сессий здесь также идет потихонечку фиксация вот сейчас подгрузился уже видите декабрьский сейчас мы отдельно посмотрим без клики чисто сентябрь вот сентябрьский уже начали фиксировать там в конце второй половине августа те кто сразу смекнули и самые такие рисковые ребята уже фиксировать начали на 119 с копейками до 120 последний период был фактически на стыке августа и сентября ну и все сегодня уже 139 отметка вот они с этой отметки начинают новый контракт и вот они уже все вышли поэтому тут переключаемся на декабрь и все кто торгует евро пару евро доллар рекомендую открывать сделки уже на декабрьском контракте как раз под фонку может очень хорошо сложиться ситуация и вы займете позицию долгосрочно в принципе под фонку могут неплохо там недельку две занять тренд контракт был сентябрьский такой достаточно динамичный нарост и волатильность под конец контракта это закономерность скидывают позиции поэтому тут какой-то уверенно направленной динамики ждать даже логически если прикинуть не стоит то есть вот основной тренд сохранялся до августа а потом уже потихоньку первая фиксация пошла и потом уже начали на 19 на 20 фиксировать вот пошел уже приток по открытому интересу по сути с 12 числа уже так активно заполняют новый декабрьский и сегодня оборот был 160 тонн значит дельта на новом контракте у нас 4.5 вот 13.09 была на продажу вчера на продажу и сегодня нулевая дельта похоже скидывают тех кто шортил вот эти две сессии тут две сессии шортили и здесь у нас нулевая дельта соответственно ожидать ну вот видите она уже в принципе дошла до своей же стартовой точки 19.85 так что в понедельник ожидать какую-то динамику на шорт будет в принципе логично фунт мало сегодня участников на Wall Street в какой-то причине Рамиль есть Рамиль привет Сергей Максим сейчас подгрузится фунт и проду Брексит как видите что делает с валютой на новом контракте подчеркну сейчас декабрьский активный сейчас мы склейку включим посмотрим объем двух контрактов ну без раздельного сейчас подгрузится и подгрузится вот так выглядит ликвидность если посмотреть на ликвидность фронта с начала января были аномальные по 200 тонн 18.04 и сортанули они в этот поход тоже с 240 тысяч по сути были приближенные тут по 100 200 тысяч и сейчас вот на самом на самой вершине мира 158 тысяч оборот 15.09 пробили 132 здесь прям маневр очень такой динамичный процентную ставку увидите как они хорошенько разыграли 134 была и прям с этой же сессии на север пух то есть две ударные очень ударные сессии ну и закрылись они на ну фактически закрылись еще не долго значит тут нулевая дельта здесь даже две с половиной на шорт хотя до этого набирали сейчас мы посмотрим сейчас мы посмотрим точно ли набирали ну частично где-то набирали где-то нет сейчас мы по да шарты были вот там шарты же вот здесь был открыт интерес на прирост потом судя по всему выносят стопики этим продавцам и потом такой маневр волатильный и стоят наверху здесь стоит обратить внимание на некий уровень под штуку со стороны селлеров разместили и в принципе если понедельник с него не получится выйти дальше на 137 они в любом случае перевыполнили план с конца августа ну коррекция прям напрашивается вот средневзвешенная цена вот где представляете то есть это две сессии вот аномального события ну на на фунте это уже неоднократно повторяется когда под брексит вот недавно тоже там видите маневр какой у них был и вот в принципе можно изучить как они себя ведут они потом неделю видите стоят просто делают вид что ничего не произошло точно так же было вот здесь видите поэтому следующая неделя единственное что может там испортить праздник это фомка и какие-то неожиданные изменения по фомке это был фунт и теперь смотрим нефть серии золота так нам баровый график не нужен это тоже нам не нужен нам нужна чистая дневка фунт и Продолжение следует... Продолжение следует... По ближайшим активным коридорам 46,4 по 47 стоит отметить как поддержку. Сейчас мы возьмем тут... Коридор даже чуть-чуть не попал. Вот, 2С8. Тут прям набросали очень неплохо, потом поддерживали и даже тестировали. По 47, дальше давайте возьмем конкретно период лета. Если так, в принципе, присмотреться по котировке за период с начала года, с января, то... Такие прям супер ликвидные какие-то размещения, которые выходят из... Даже там каких-то рамок, приличия. Особо нет. Вот буквально в начале там июля были такие прям, видите, маневры очень ликвидные. Пару недель штормило. И одна сессия вот под миллион оборот на АСЕЛ. Это прям удивление было. Потом в апреле тоже миллион был оборотец. И последние вот недельки особо не отличились. То есть по полмиллиона, чуть ниже оборот ликвидки. И я думаю, что в сентябре-ктябрь начнут потихоньку краткосрочные закупать нефтетрейдеры. Перед зимой потихонечку тариться. Ну, по крайней мере, сделки заключать будут с поставкой там в конце ноября. Я думаю, в ноябре. Ну, ноябрьские уже торгуются, поэтому... Теперь подгрузим чистое лето. Без зимы и весны. Тут уже не актуально следить за той информацией, так как у нас осень на носу. Почти год пройдет. Так, и вот по коридорам, которые из таких последних и свежих. Значит, 46,4 по 47. Потом плотность 47,5 по почти 48,25. Вот, это здесь прям видно. Здесь вот сентябрьский закончился. Там были на стыке неплохие покупки. Здесь покупки были. Поэтому мы этот коридор отметим. И даже можно захватить чуть-чуть вот край. 48,5, прям 47, 48,5 в один бакс будет как раз самое то. Так, давайте мы его немножко разграничим. Середина августа примерно начали они талиться. И вот так он будет выделен. Вот такой старт уровня рекомендую использовать, чтобы сразу ориентироваться, с какого периода вы присвоили маркировку для диапазона в качестве поддержки. То есть, вы сразу видите, что вы расчет брали только вот с этого момента. Поэтому я вот так ограничиваю. Во-первых, потом идет, ну, раньше, обычно, если ставишь коридор, то он потом там тянется до самого. График перекрывает, ничего не видно. А так, в принципе, аккуратненько все выделить. Можно сразу сориентироваться. То есть, расчетный период вот этого коридора мы берем вот начиная с этого момента. То есть, вот эти шорты мы не включали в этот коридор. Поэтому тут, как бы, это нужно учитывать. Вот перед пробитием небольшой диапазон. 49,4, 49. И сейчас мы, ну, вот, на пороге важного момента. Значит, тут и психологически важный, и тяжелый уровень. Шли они туда очень стремительно, динамично, но без особого желания. То есть, по ликвидности мы не заметили, как видите, по... Ну, если идут пробивать что-то важное, то это не может пройти незамеченным. Тут средняя по оборотам ликвидность, ну, как целый месяц. Видите, они без особого желания это делают. Поэтому тут аккуратнее. Еще не факт, что сразу пробьют. В общем, еще не факт. Значит, по дельте здесь даже вот такая дельта есть. Видите, три небольших сессии. Вот, по 5,5 и по 6. Вот, если брать здесь, 26 тонн затарились. Ну, здесь прям понятное дело. А вот здесь с 45-й стартовали, тоже почти с 20 тонн. Тоже понятно. И здесь вот 4 сессии подряд, по 30-ки, по 20-ки. А тут как-то они уж профилонили по 5-6 тысяч. Поэтому маневр, если вы взяли на покупку, то поставьте без убыток, так как пока еще... Ну, может, на следующей неделе повоюют тут в районе там 49-50, потом пробьет. Это как бы не исключение. Но то, что шли туда особо без поддержки от ликвидной, это вы сами уже видите. Золото. А, я понял, почему так мало уже участников. Как только инструменты российской биржи рассматриваем, половина участников покидает чат. Ну, это, в принципе, правильно. Чего сидеть-то до конца слушать? Золото. В общем, очень уникально сейчас работает инструмент. Отметим такую вот активность. Возможно, кто не заметил, тут невозможно не заметить. Гэп. Это как бы у золота какие-то в последнее время новая фишка. Они гэпы делают. Ну, в принципе, почему бы нет. Всё-всё старое снова становится модным, да? Так, тут мы поставим 60, да не будем. Ой, понятно, 40. Так, 40. Вот, коридор Гэп я отметил. И мы сейчас это всё дело даже зафиксируем, с какого числа. Это было 11-го он образовался. Ну, с пятницы на понедельник, в общем, гэп был. И золото сейчас 13-25. Потихонечку сползают. По ликвидности ровно пока вот, ориентируясь на среднюю ликвидность по августу, в принципе, вот, 200-300, ну, 250-340, но наоборот, волатильность чуть-чуть повыше стала, как видите. Видите, если брать сравнение по ликвидности, даже вот, это с июль, шли аккуратно, не волатильно по сравнению с текущим периодом. Ликвидности потом в августе прибавлялось с каждой неделей, побольше, 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 видите. То есть, то, что было в июле, там, 150, сейчас это 250-300 нормальное явление. Вот так вот изменилось золотишко за лето. Стоит учитывать это. И вот, текущая неделя, 5 сессий по дельте. Из 5-3 на шорт и одна та, которая на покупку, всего лишь 2-2,5. И, судя по итогу, ничего не получилось с этими 2,5 тысячами на покупку. Вполне могли скидывать шорты селлером, вот, в четверг. И сегодня снова 8 тонн на шорт. И торгуются в пятницу, да, в своем минимуме. Ну, и очень близко в минимуме недели. Поэтому, либо коррекционный момент, там, до 134-133 в понедельник и на 130-ю. Если же фондовый начнет на следующей неделе валиться за счет, там, каких-то изменений по фонке, кто торговал в 2008 году, в 2009-м, хорошо должны помнить, что происходит, когда падает фондовый рынок. Инвесторы вспоминают про самое ценное золотое, что у них есть, и непоколебимое, это золотое. Все, что с акций выведут, все вкинут в более понятные, стабильные инструменты. Банды, естественно, и золотишко. Ну, не все банды, но банды точно будут тарить. Там, в принципе, они такие, что могут любой объем принять с раскрытыми руками. И S&P. Поэтому золото сейчас может откорректироваться в преддверии, если, конечно, будет валиться фондовый, в преддверии, конечно, снижения фондового рынка. Залетно так неплохо подросли, в принципе. И Standard & Poor's 500, E-mini. На удивление, но уже на декабрьском, видите, котировка. Ликвидность перешла на декабрь автоматом в платформу, переходит на новый контракт, как только ликвидности становится больше, чем на старом контракте, на сентябрьском. Меня сейчас подгружаю котировку сентября. Раскинем сейчас уровни. Значит, ну, касаемо коридоров в дельте, вот, к дельте на таком большом периоде здесь, бесспорно, вся вот эта площадка вместе с самой крупной дельтой. 69-е по 80-е, вот эта площадка, которая на максимуме формировалась, бесспорно занимает одно из лидирующих мест. Второй, 48-е по этой поддержке, по 50-е, там можно восьмой прямо так взять. Это тоже коридор саппортов на следующем контракте стоит учитывать. Тем более его протестили, причем так достаточно кроваво протестили, прошили весь коридор поддержки. А поддержку вот эту 69-80 уже неоднократно отестили, даже проходили, поэтому тут подсчет этой котировки в связи с формированием максимальных дисбалансов на этом уровне. И сейчас мы включим тут по ликвидности распределения. Контракт, отпечаток по объему контракта, естественно, в районе ядров 64. По 73-74 в этом районе будет... Ой-ё-ё-ё-ё-ё, что ли? Вот здесь я самое такое... Самый центр ядрова взял, то есть не весь коридор по зоне стоимости. Еще три коридора можно выделить таких активных на этом контракте. 36-43 это непосредственно заслуга вот этой площадки. Вернее, это я захватил поддержку. Вот этой площадке здесь концентрация ликвидности была неплохая, то есть... А второй уровень, вот диапазон 24-20 по 30-ю. Это заслуга, конечно, начало контракта и первый, третий. Тут просто уже тестили, это как раз на подтверждение. 24 по 30, либо 20 по 30. Сейчас давайте более точно поставлю. Да, вот можно смело брать 20 по 30-ю. Это тоже саппорт и... Ой, опять поставил чертежный. По 30, 90-30. Вот сейчас мы чуть-чуть поставим. 40 и будет все тип-топ. Вот, да. Вот это заслуга, конечно, первой, третьей, вот старта здесь. Потом они все-таки пробили, формировали площадку, потом сбрасывали, бог знает сколько раз. Вот тяжелый был период, середина августа. И... Так же незаметно вернулись опять на этот уровень. То есть, вот это все, что происходило с... Начало августа и по 20... А, по 3-е сентября. Это просто безумие какое-то. В общем, и торгуются сейчас, как ни в чем не бывало, неделю на максимуме. Вот в этой точке. Это по сентябрьскому. В принципе, там в декабре... Вот, видите, уже объемы были все на декабре. Сейчас переключаемся на декабре. Вся ликвидность уже здесь. То есть, они вот на максимуме стоят очень плотно. Даже волатильности практически нет. Такой эффект, как раньше, вот за август. И ликвидность ровно идет. По миллиону, видите, тут почти по миллиону. Одна вот сессия была миллион. В общем, вот базовый коридор. Кто еще не перешел на декабрьский. Пожалуйста. Дельта здесь. Открытый интерес. Даже нет смысла включать. Вся дельта на покупку. То есть, это очевидно. При такой активности, плотности на максимуме это только заслуга байеров может быть. Поэтому возможен сброс ребят, которые там старятся до 77-й, до 76-й могут сбросить. Как раз под фломку и может уйти наверх. Вполне резонный сценарий. Если будут упираться очень сильно, вот в этот коридор 85-86, тут тоже набросали немало покупок. Вот эта сессия как раз. Тут 39 тонн, только дельта была на лонгодракте. Могут прям сюда, даже сюда не пустить. Тут как раз UWP, неизвешенная. Но под фломку могут психануть и до 75-й, 80-й. Потом пойти наверх. В случае, если уходит ниже 80-75 с покупками, может быть беда. Спасибо, что пришли. На сегодня все. Жду в среду. Это на 19.00 открытый вебинар. И потом следующую пятницу. То же самое, по той же ссылке. 20.00. Хороших выходных. Хорошего, удачного торгового вилда на следующей неделе. И попутного тренда. Всего на лучшего. До свидания. Пока.